1200 случаев кибермошенничества выявили в Туркестанской области в прошлом году. С развитием цифровизации этот вид преступления набирает обороты. Но усилиями недавно созданной киберполиции почти все они были раскрыты. О работе нового подразделения в регионе расскажут наши корреспонденты. Насчет Куаныша Аспанова поступило 100 тысяч тенге. Затем последовал звонок от неизвестных с просьбой вернуть деньги. Отправитель объяснил транзакцию ошибкой в номере. В итоге, поступив по-честному, сам оказался в ловушке. Пришло уведомление с банка, что на мое имя оформлен кредит на полтора миллиона тенге. Позвонил в банк, там подтвердили, сказали, что онлайн-кредит оформлен по всем правилам. Деньги уже перечислены. На мои доводы они разводили руками. Я сразу обратился в полицию. Мошенников нашли по горячим следам. По решению суда они мне возместили ущерб. Закрыли кредит. Вернуть деньги пострадавшему помогли местные киберполовцы. Такое подразделение в туркестанской полиции появилось полгода назад. В его составе опытные оперативники, следователи, криминалисты и IT-специалисты. С развитием цифровых технологий возможности отъема чужих денег у кибермошенников растут. Они оформляют кредиты на имя жертвы, дублируют чужие телефоны, создают сайты-двойники и даже используют возможности искусственного интеллекта. Многие из них находятся за границей, что в несколько раз усложняет задачу полицейским. Но новое подразделение действует в ногу со временем. 87% преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, удалось раскрыть. Например, 30-летний житель Сайрамского района представлялся сотрудником ОТАО-ТВ. В качестве жертвы выбирал пожилых людей, узнавал их персональные данные и оформлял кредиты. Общая сумма ущерба повысила 5 миллионов тенге. От его действий пострадали 34 человек. Уголовное дело направлено в суд. Другой случай. Житель Шымкента вытащил через приложение Индрайвер данные таксистов и оформлял кредиты на их имена. Там дело ведется по 18 эпизодам. Ущерб 3 миллиона тенге. За полгода киберполицейские раскрыли 9 преступных групп, задержали 67 преступников и направили в суд 113 уголовных дел. Самым громким делом стало разоблачение кибербанды из 25 человек. Их жертвами стали 1300 человек, а сумма ущерба составила почти миллиард тенге. Новые виды мошенничества появляются с каждым днем, поэтому даже специалисты не могут дать готовый рецепт, как уберечься от киберпреступников. Но советуют не терять бдительность и вооружаться новыми знаниями. Асель Абдекалыкова, Хадиша, Алим Кызе, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, 24КЗ из Туркестанской области.